В Грай-Воронский округ зашла диверсионно-разведывательная группа ВСУ. Перед этим район оказался под массированным обстрелом украинских боевиков. Террористы, националисты, а еще вокруг этого много фейков. Так российские телеканалы отреагировали на вторжение в Белгородскую область. Главное, все под контролем. Таков основной лейтмотив немногочисленных комментариев. Все необходимые действия со стороны силовых структур, они проводятся. Ждем окончания и завершения контртеррористической операции, которая вчера была объявлена. О передвижении диверсионных групп свидетельствуют немногочисленные видеоролики. И полного представления, что именно происходило в Белгородской области, они не дают. Но уже понятно, что помешать им никто не смог. По крайней мере, в первые часы наступления. Никакого быстрого реагирования российская армия не показала. То есть, даже после того, как сообщения, видео, фото появились буквально в открытом доступе в интернете, после этого прошло не меньше полутора часов, на мой взгляд, прежде чем российская армия хоть как-то начала реагировать. Но это, конечно, совершенно непонятное промедление, очень странное. Не готов был к вторжению в регион и Кремль. Лишь пресс-секретарь российского президента сообщил о некой обеспокоенности ситуации. Удивляться такой реакции не стоит, считает политолог Дмитрий Орешкин. Война есть война, и побеждает тот, кто действует неожиданно. А в данном случае это украинская страна, которая по умолчанию должна была сидеть и не вылезать за свою границу. Так, почему-то думали в Кремле. И были очень удивлены, когда оказалось, что вот эти международные признанные границы могут нарушать не только Россию, но и другие страны. Выводы российские власти сделают, уверен Дмитрий Орешкин. Но не публично, и, возможно, о них даже никто и не узнает. Сами-то начальники понимают, что кто-то там, мягко говоря, влажался, потому что все-таки въезжают на свою территорию десятки людей и несколькие единицы бронетехники. А где границы на замке? Ну и так далее. Значит, кому-то, конечно, намылят колку. Это понятно. Но говорить об этом по телевизору не буду. Косвенно о реакции Кремля на вторжение в Белгородскую область может свидетельствовать передислокация, если она случится. И тогда получится диверсионная группа, по крайней мере, одной из своих целей, достигнет. У российской армии и так не хватает техники и солдат. А тут еще лишние участки границы нужно защищать. С одной стороны, естественно, эффект психологический, то есть напугать российских генералов о том, что вот, смотрите, захотим, можем вторгнуться. И, соответственно, российские генералы, ну или российские власти, там, Путин, скажут, а давайте-ка получше прикроем границу. И вот этот психологический эффект перерастет в материальный. То есть, условно, там, 10 танков и 1000 человек вместо того, чтобы прикрывать, скажем, линию фронта, будут прикрывать границу теперь. Все произошедшее в Белгородской области кремлевские политтехнологи могут обернуть и себе на пользу, считают наблюдатели. И использовать для подтверждения одного из тезисов, с которым уже не раз выступал Владимир Путин. А вот теперь, после этого события, они будут говорить, да, ну вот на нас же и напали, да, значит. А Путин был прав, когда он говорил, что он нанес предварительный удар, приезжающий удар, потому что иначе вот на нас вот так вот все время и наезжали. Причем солидарны многие, так это в том, что проникновение диверсионной группы вряд ли принесет какие-то ощутимые изменения в политике, военной тактике или размещении войск. Важнее информационный эффект и то, как его будут теперь использовать. В начале войны Россия утверждала, что любое нападение на ее территорию вызовет серьезную эскалацию. Что может последовать в ответ на случившееся в Белгородской области? Вот мнение британского военного эксперта Фрэнка Ледвиджа. Россияне ограничены в опциях для эскалации, в том числе против НАТО. Они не предполагают, что к этому причастна НАТО, хотя это не помешает россиянам выдумать что-то подобное, если это им будет нужно. Я предполагаю, что в данных обстоятельствах это им не нужно. Они не могут создать эскалацию и в самой Украине. Этого не произойдет. Что касается применения нового оружия, я также очень сомневаюсь. Мы услышим в ответ лишь много бряцания оружием и угроз. Но я не думаю, что мы будем наблюдать видимую эскалацию.